Ну вот, это был праздник спорта, а теперь идея для предстоящих новогодних праздников. Как совместить приятное с полезным? Отлично провести день и устроить себе познавательное путешествие во времени? Ответ узнают посетители ВДНХ. Там после масштабной реконструкции открылся исторический парк. Погрузиться в атмосферу разных эпох помогут новейшие технологии. Их уже оценила Ирина Куксенкова. В зале «Тысяча секретов» появился московский Кремль. Это настоящее приключение. По нему можно пройтись и изучить историю главной крепости России. От его старых деревянных стен до современных кирпичных красных. А вот здесь можно узнать хронологию строительства московского Кремля. Кремль-то был изначально дубовый. А как строили? Чем строили? Топор. Но топор-то непростой. Дотрагиваешься. А это включалка. И он рассказывает про всю и вся. На такой ладье русские купцы ходили из варяг в греки. На выставке «Россия. Моя история» можно ощутить все трудности этого маршрута. Загрузить товары и попасть в шестибальный шторм. Интерактивный стол. Здесь представлены блюда, которые вкушали бояре и крестьяне. Головы щучьи с чесноком и кразоморская баклажанная. Но предложим боярину стерлить. Вот сейчас. Блины в хост тоже нельзя. Так что попробуем предложить ему гречку. Вот это блюдо. А к пьяну, парену, репу. Спасибо, благодетель. Накормил. Эту выставку любят и ценят не только россияне. Йонас из Литвы приезжает на экспозицию уже второй раз. Впервые побывал тут полтора года назад. И ему есть с чем сравнивать. По-настоящему обновилась выставка. Новые, можно сказать, экспозиции. Новые материалы появились. И очень даже интересно. Здесь сделано все, чтобы молодое цифровое поколение влюбилось в историю России. В зале династии Романовых ожившие с помощью анимации портреты монархов. А важнейшие исторические события тут оформили в стиле популярной соцсети. И назвали исторический инстаграм. Даже лайк можно поставить. Можно что-то поделать. Все выскакивает, моргает. Развивается какая-то история. Очень много интересных экспонатов. Все подробно и доступно объясняют. Мне очень нравится. Сегодня в день открытия выставки дарили билеты. Их было ровно 2019. А для посетителей младше 18 лет во время новогодних каникул вход на экспозицию свободный. Ирина Куксенкова, Юлия Ходорова и Вячеслав Черешко. Первый канал.